это музей шоу редко чили пепел неделя вечер и перший день весны усим гарного настроя забезпечимо на наступный тиждень мы стартуем ура но я она должен объяснить почему таком непонятном виде да вот мы сидимся а вы сняли или нет не а коронавирус сейчас мемчик ходит такой по интернету бабушка в италии защищаясь от коронавируса отдела целлофановый пакет и ехала в общественном транспорте мы решили поддержать флешмоб правильно правильно вот и поэтому мы все вот так вот выглядим ну я думаю что шака я вообще я могу вот так даже сделать это был великий красивый пакет да а знаете почему черный потому что все должно быть одинаково должен быть один гей один в черном ну и и кто-то красивый и умный моя бутыша коронавирус как и предполагалось коронавирус вовлек весь мир в хаос мне уже жарко ребят на этой неделе не шевели пакетом на на этой неделе упали акции всех упали как котировки всех акций да люди потеряли изначально 139 миллиардов долларов а я знаю что вы сняли успокойтесь кстати не но я думаю очень классный способ для того чтобы спасти себя от коронавируса пакет на голове носить да я считаю что нормально тем более которые сейчас кто-то там и пройти против сифилеса можно презерватива одевать на голову оставляет черпеса не плoten вторая а реально помогает братан сам пробовал честно говорю побываю только очие вообще вообще ну мы таким способом от одному кренделу избавились так что битва экстрасенсов допомогая расследовать криминальные справы. СТБ? Ты же не смотришь СТБ-канал? Не, не дивлюсь. Что там такие вещи? Я вообще увлечен. Это я фанат. Мателка Галичка, папа и сын-дебил. Там вообще такое происходит. В свитлі цього до нас приезжает выпускница, ну, цей фабрики экстрасенсов в место. Выпускница? Фабрика? А это фабрика? У тебя чакра в виде гномика. Это уже целая фабрика? И вот эта богиня СИСКО, как я ее назвала, богиня СИСКО, ну, богиня розшуку. БОГИНЯ СИСКО! БОГИНЯ СИСКО! ОТ ЭТО У ТЕБЕ СИСКО! Так, оця богиня СИСКО ГАРАНТУЕ Правильно казати СИСКО! ГАРАНТУЕ Богиня СИСКО! ГАРАНТУЕ ВІДКРИТЯ ДОРОГИ ВІДКРИТЯ ДОРОГИ Яких, не знаю. Как-то на одной из программ нумеровок кому-то закрила часть дорог. То есть, может быть, это спасение. А вот эта відкрия дороги. Може покликать, але еще з іншого боку, можно же подумать, ну, ее дар застосовать до реальных дорог. Ну, до тех самых. Подожди, а открывает она дороги нереальный, да? Ну, я так думаю, что вона, ну, ті экстрасенсорні дороги відкриває. Можешь и обычные дороги відкриваться. Она с помощью кредитной карточки такая открыла дорогу? Давай. Леточки перерезала. Дальше. Закладает бажанья у Всесвит. Ну, такую капсулу часу зарывает. И вот он будет. Встановлюет захист. Ну, мне кажется, что это могут быть системы безопасности. Там, видя, это потребовало музей захиста. Ты сейчас, она открыла, короче, ЧП, ты ее кведешь? Охранная фирма. Ремонт там по дорогу. Дальше. Не, я же ее даже не называю. А еще она каже, что обещает прочистить житло. Ну, то есть клининговая компания. Вынести, короче, вынести вещи какие-то там. В общем, вот такая история. Посмотрите, но у меня не больше, что у нас министр реально вважает, что... Просто раньше министр работал режиссером программы. Это какой министр? Культура. Культура. Да. Это министр культура. Ну, это... Ну, просто сейчас не так меняются все. Премьер-министр собираются поменять. Там старых позвать хотят, кстати. Хотят же позвать. А может кто-то с битвы экстрасенсов очоли... А почему не министр спросить вообще? Замість Авакова треба взяти, чтобы так в теме тримати, взяти кого-то из битвы экстрасенсов, призначит на министерство внутрешних справ. Все знает человек. Реально все знает. Аваков тоже все знает. Но этот вообще все знает. Даже знает кто, что знает Аваков. Да. Печален, ребятки. За девочек я печален. Чего? Ну, потому что в Верховной Раде больше нет папиков. Понимаешь? Ну, какие папики в 25 лет? Вот. Об этом и идет речь. Я даже хочу процитировать Александра Качуру. Это не футболист бывший. Я и не подумала. А никто и не знает, кто это вообще такой. Да, это не Качура, тогда не читай. Да. Заявил, что в парламенте 9-го созыва не стоит искать богатых папиков. В этом парламентском созыве папика найти будет сложно. Однозначно вам скажу. Вот то, что он заявил. То есть это не Щебродский какой-то, да, у нас созыв получается? Да все капец просто. Денег нет. А девочки же как працювали. Вони же там десь закинчивали какие-то школы помечников, нардепов. Там же, там же, в Трусковце. Слушайте, а это вообще, это реально капец. Да, это Докатились называется. Фу, ужас. А здесь только там искали? Ну, там искали, в основном там искали. Я знаю, что много журналисток, які там працювали на центральных телеканалах, які не были заміж ними, або десь в іншой прессе працювали. Но это тоже были королевы Цицяк, да? Цицяк. Они очень хотели працювать в Верховной Раде, чтобы... А как они заходили, вот так сразу заходили? В Верховную Раду заходили, вот так сразу. А что так? Грудь вперед. В общем, 26 числа состоялся выпуск в школе чародейства Хогвартс. Да что ж такое? В Крапивницком вручали Махам дипломы, волшебные палочки. И шо? А потом меня попустило, да? Ну, и шо? И шо? Вот. Это твоя любимая библиотека, да? Да, моя любимая библиотека, номер 19. В общем, затеяли такую. 19 и 3 четверти, или как? 19 и 3 четверти. Там дверей нет, понял? Разбегаешься в стену, короче. Попадаешь туда просто. А как вам такое? Вот. А как вас найти? Такой кровавый угол вот здесь вот. Да, да. Там еще черепушки можно собирать. Там зубы золотые бабушки. Пошла вода горячая. Библиотекарь, библиотекарь, просто входят в угол. Да, ты попадаешь туда, на рецепшене сидит Волан-де-Морт. Молодой. Тоже чувак без носа, короче. Слушайте, ну мы ж колеси думали туда прийти. Давайте реально. Надо же взрывать голову. Нет, ты серьезно, подожди. И будет пип. По татушечкам проходить. Татушечки. В России он запрещает татушечки. А что? Да, вообще страшно. Да, сказали. А как его? Анищенко. Бывший. Ну, кто? Татуировщик. Да, вышел и сказал, надо запретить татуировки. Потому что женщины с татуировками похожи на прикроватные коврики. Вот так он сказал на женщины. Не, ну если людей ноги вытирать, то, конечно, будет похоже. Это тот, который запрещал поставки с Украины сыра, мяса вот туда. А, ну нормально. И теперь он зря татуировки. Не зря он бывший. Не прекращает нас поражать наш северный урон. В общем, я взял северный урон. Ребята, на следующий будет набор в школу Хогвартс, я пойду учиться. Мне казалось, ты вообще выпускник. Я пойду на профессора защиты от темных искусств. На зелеварение лохи учатся. Ты же отличился. Рифиндор! 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 Там ботани только учатся одни. Да? Наши СБУшники сусіднього региону викрили одразу дві групи шахраїв, які запропонували допомогу столичному бізнесмену у працевлаштування на посаду голови облдержадміністрації. Какой-то, да? Да, какой-то. Ціна – миллион шестьсот п'ятдесят тисяч баксів за посаду голови ОДА. Ну, тут мова йде про житомирську, якраз ОДА. І що, взяли людей? Взяли їх. Взяли. Слушайте, ну, почему, интересно, не беруть чувака, который готов за это заплатить? Нет, готов заплатить. Я, это ж понятно, что какой-то... Хотя за что человека сажать? За то, что он заработал миллион шестьсот? Ну, конечно. Своих зроблять. И хочет их потом відробити, там, чи еще что-то зробити з ними. Але, ну, прикиньте. Якщо хочет відробити, у нас есть выпускница девятнадцатого сезона, вона відробляет. Или, кстати, у нас есть выпускники Хогвартса, наше містое. Тоже можеш щось накрутити, да? То не відроби, то відмолить. А вдруг це пранкери якісь? Нет, это... Ну, я вообще не поймаю. Как это происходит? Как вони находять таких богатих лохов? Слухай. Вот как вообще? В пешеходному переході такой, типа, голова, Дана, да? Голова, Дана, да? Голова, да? У мене осталось только Львовська і Киршонська, правда? Вот так, да? Да, по-любому так. А я хочу в Кировоградскую, занято. Занято? Продано. За два с половиной миллиона. Ну, трошечки, трошечки. В нашу область никогда не пойдет за такие деньги. Не, в нашу область... Зачай доплачивать. Добавить надо будет, реально. У нас тут ссылка. Откупаешься. Давай я тебе полтора дам, чтобы тебе только не в Кировоградскую. Кстати, ти там питався про нашого міського голову, про його заявочку. Нет, я же вообще... Ну, я не могу про Андрея Павловича вообще плохо говорить. То, что вылетает из его... Уст. ...колбасного рта, вылетает просто... Какого, какого? Прекрасного. А. Я думал областного, думаешь? Мне послышалось вообще колбасного. Так это ж прекрасно и колбасное, это ж одно и то же. Ну, ладно, хорошо. Кто захотел, тот услышал. Вот, он сказал, что... Андрей Павлович, кто захотел, услышал? Надо вылизать все районы нашего города. Обратите внимание, эко-стайл, обратите внимание, надо убрать к весне. Не просто убрать, а вылизать. Притянуть за яйца и вылизать эти же яйца. Ну, как, это его слова. Притянуть за яйца. То ты колись еще ранее сказал так, да? А сейчас вылизать районы нашего города. Вот человек прямолинейный абсолютно. Дима, кстати, ты можешь как раз озвучить оцей мемчик, який ты показывал перед этим. А, правильно. Перед 100 районів. Да. Понял? Если есть 100 первых районов, то где остальные 100? А люди лижут все, просто дерево. А что у него? Поля. Ну, мы, как бы, море сказал. Чьи это поля? Маркиза, Маркиза. Вот он правильно поступает. Может, по этому поводу Андрея Мацюта на больничном? А прикиньте, как собака видит, как вот это все. Лежут, короче, понял? И такой. Фу, это ужасно. Все катки на него не так лежат теперь. В Новой Зеландии на пляже 60-летний серфер во время нападения Большой Белой Акулы... Акулы. Акуры. На машине. Классно. А битая была машина. Акура была битая. Америкос, да? Во время нападения Большой Белой Акулы ударил ее кулаком и обматерил. Проститутка! Короче, чувак ехал, катался на Акуре, она схватила, и он в испуге, в шоке, начал, короче, бить ее. Сначала ударил, наматерил. Кто был Фьюри, чувак? Увидел, что акула на него смотрит, он еще раз ударил, еще раз обматерил. Что ты палец? И акула развернулась плавником. Ребят, вы не понимаете, это был экзамен, б***ь. Это был экзамен в библиотеке, Юра рассказывает, просто свой билет. Фактинг шарк. Короче, а потом приехали мінти, да? И я хочу попросить до нас на майданчик колишнего милиционера. А теперь... А, сейчас квизера. Самого сквизерного, да? Да, сквизерного. Да? Это как про это, Хогварт. И за совместностью брата нашего Димы... Ну это не точно. Потому что они разные. Женя Кренделя, познакомьтесь. Как вы поняли, у нас гости начали заканчиваться. Это моя шутка. Женя, ты на три с половиной роки старший, да? Да. Ну вы вообще двойняшки говорили. Да. А чего? Он рыжий, а ты нет. Отноятельно. Мы три с половиной года разница, то есть вы вылазили примерно в одно время. Вылазили? 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 Ну начали, да? Рожались. Ага. Ну я почему-то себе так ярко представил. Чувство юмора у тебя уже, я вижу, как у Димы. Уже пять минут сидит, а шутки прям вот льются. Ну дайте відповісти людині, чого він рыжий, а ты нет. Ну потому что человек творчески родился, ему же надо было выделиться. Ты, я знаю, займався и в полиции, працював, и в милиции. Как вообще? Как еврей попал в полицию? Вообще. В милицию. В милицию. В милицию. Даже. Я в полиции еще не наставил вопрос. Ты капитан Квенгель, прикинь. Ты капитан Квенгель. Звучит ли я себе? Вот тебе надо было стоять. Знаешь, ты же помнишь этого, был такой лейтенант у нас пирожок? Ну это правда, честная история. Был такой лейтенант. Капитан Квенгель, я представляю. И рядом капитан Квенгель. Остановлю, сначала тебя капитан Пирожок. Только проехал, тут раз, Жека, чик, капитан Квенгель. Вот там все, да, по правилам берутся. Скорее всего ситуации были еще другие. Сидишь, например, с двумя операми, они говорят, что это за Квенгель пришел? Я начинаю переживать за свое здоровье. Ты знаешь, милиция это была. Я знаю, милиция там как пошло, им все равно кого мочить. Ты займался наркотиками, да? А чего займался? Чего займался? Я, по-видимому, когда учился в милицейском вузе, да, нас учили неправильно вопросы формировать, да? Вот надо было... Формировать, формулировать! Нет, там формировать, подожди! И почему? Ну потому что Заню, конечно, тут уже не отмажешься, тут или так, или так. И тут кто как поймет, как я их займался. Да, я правильно... Даже как мы напишем... Незаконно выращивал, незаконно людей за это сажал и незаконно проверял... Ты работал в Абноне? Нет. Нет, ну... Я работал с Абноном. Он тестировал наркотики. Я расследовал дела, которые они типа вот сразу раскрывали. А, ты во внутренних, да, получается, каких-то там органах был? Я был следователем, я был по наркотикам. Но Абнон это розыск, типа, да, вот они ищут... Слушай, судя по тому, как ты говоришь, вот оно у тебя вот идет и... Прямо ведь клалось на купительный эффект. Не, просто он тот человек, который в фильмах, понял, он зарывается, там куча от этих пакетов, и он ножичком разрезает такое. Это его работа была. У меня был ножик, как у тебя, знаешь, трубочка для кальяна, свой, тушевский. У меня был крендель ножик такой, знаешь. Крендель ножик. Я разрезал, трубочка была. Это он говорил, ребята, у нас проблемы, да? Сколько ты пропрацевал у милиции? Семь с половиной. Мать, ты ридна, и что? Ты захотел, ты рос в хорошей еврейской семье, и ты хотел быть милиционером? Вот тут начался обман. Сказали, вот, хочешь быть адвокатом? Да, класс, класс. Надо быть в милиции, да? Еврейская мама... Либо стоматолог, либо адвокат, понятное дело, да. Жена там, не гритоска, пофиг, лишь бы адвокат была, знаешь. Главное, чтобы еврейка была, пускай черненькая немножко. Ну, не страшно. Фильм правильный. А что ты начал наркотиками? Да, но тут я ж такой, да, иду, иду, иду. А бесплатно надо было идти, но денег не было лишних. А оказалось, бесплатно, это надо форму одеть, берзи, короче. И 4 годика такой, тык-тык-тык. А потом в милиции работали. А потом ты понял, что там в бирже... А потом понял, что за кайфово! Милиция! Слушай, а ты адвокатом не стал? И опорочил себя вот этой службой, да, вот этой? Не, опорочил адвокатов, что не стал. И что мама сказала твое на то? Мама как раздыхала. Она меня почти не видела на то время. Я в Знаменке 5 лет почти. То есть ты там вообще ходил без шапки, похер вообще тебе было? Не, вот в шапке я ходил. Шапка под штаник, и у меня это обязательно. Я их одеваю осенью и снимаю уже весной, там когда потихоньку. Она не пробовал проветривать в вечер. Смотри, я по Диме определяю, как одеваться. Если Дима ходит вот типа видно это, то я в двоих штанах. Если Дима в шортах, я штаны снимаю. Он телесного цвета под штаниками носит просто всегда. А ты понимаешь, если Дима еще в день под штаник, и у него попа будет вот такая. А тебе, может, еще 10 пар в дит, и ничего не видно? Ну, придется тогда менять размеры гардероба. Это мне говорит плюс 7, которые попали. Плюс 10. Извини. Кстати, вы видели, как он профессионально показал, и заодно пощупал, что у Димы в носках. Не заодно, не заодно. Не защупал, а положил, а положил. Слушай, а ты вот сейчас тоже, я думаю, в любом случае, ци надписи, которые у нас являются на стенах, закладки, а не хочется пойти там и пошукать там, чи еще что-то. Так это же его, это его адреса. Слушай, я как это вышел, смотрю с балкона там или что, видно, где разложит, не надо надписи. Пошел по себе. Ну, а тебе... Да, сейчас уже не смотришь там, где же его в футбол поиграть, пойти, где там свободная полянка на улице, смотришь, где там закладочку ложат. Ну, а ментовская кровь не начинает играть, не хочется пойти там на костыляты, або еще что-то сделать. На костыляты он? Кому? Шила? Він порезать не может, если что. У меня была история, мне сделали... Ты КВ не играл никогда? Когда там внутренняя безопасность палки в кабинете, она подпирала реально шкаф, чтобы тут ровно стоял. Они сказали, это оружие пыток. Я позвонил им, они мне сказали, приедь, напиши объяснение. Я говорю, я напишу объяснение, когда вы мне напишите объяснение, чего вы мне не изъяли, там, например, ножи канцелярские, степлер, там, ну и все остальное, потому что тоже, я считаю, орудие пыток. А ты, честно, вот есть вот эта динамо-машина, которая вот, которая применяется? Нет, в жизни где-то. Ну, в милиции, в милиции, знаешь, что это, боевой телефон. Я ее где-то видел, я еще был, по-моему, на стажировке. Ни разу не подключал? Я, я же следователь был. Это же белая кровь. Только опера, да, подключали ее? Закончилась твоя история в ментовце, и где ты себе знайшов? Давай так, в милиции. Ну, что ты? Ну, в милиции, ну, добре. В милиции. Ты смотри эту аутину. Я люблю грубачку. Я делаю. Повчались. Ну, смотри, мусорок, значит, закончилась. Мусорила, слушай. Что было далее? Дальше я работал в еврейской общине. Кстати, у меня есть интерактив. Вот я, все спрашивают, обрезана у меня морковка или нет, потому что я же еврей. Я не знаю, я твоих документов не знаю. Ты еврейский снеговик? Я просто думаю, ты не умеешь это делать вообще? Обрезание? Да. Ну, мне недавно предлагали. Ну, ребенку, когда делаешь обрезание, должен делать отец. И мне такие дают вот... Саблю. То есть, честно скажи, саблю, потому что у тебя же не мог быть ребенок такой, как брат. Мачех, братан. Правильно? Так, чтобы рубанул уже и... Да. Ну, а там еще идет обычай. Спасибо, да. Подожди, обрезал или нет? Передаю эту возможность специально обученному человеку. А так можно? Нет, конечно. А теперь будет ребенок говорить дядя Женя и папа? Ну, у меня нет обрезания, как у него милиции, не сказал, как у него, да. Дядя Женя и папа. Я могу сделать, конечно, там, трахеотомию, но, скорее всего, с мертвым человеком, потому что все-таки работал в милиции. Приходилось больше работать вот с... То есть, ты делал очень много бесполезных... Даже для Лены это жестко. Слушай, много... Скажем, вскрытие я видел больше, чем удаление аппендицита. Вот так. Еврейская община. А что ты там делаешь? Начинает включение плиты, заканчивая, не знаю, организацией мероприятий. Что такое включение плиты? Это какая-то... Газовая... У вас там тоже была газовая? У вас своя газовая комната была? Я же пропустил, что ты там готовил только что. Нет, нет, ты что-то сказал по поводу газового? Нет, ты говоришь, газовая плита. У вас то есть своя комната газовая была? У вас то есть своя комната газовая была? Ну, ты, мы додумали, окей. Окей. Ну, есть же там кашрут, все дела, и начинается кошерность того, что евреи включают плиты. Мама, тобой уже пишалася в цей момент? Кошерность начинается с того, что включают плиты. Да, 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 но мы-то... Ты-то по-своему думаешь, а мы по-своему. Я пришел, сказал родителям, папа, что? Я, ну, все. Все, то есть следующий этап, наступный этап... Ну, я день подумал, мне предложили, я день подумал. То есть ты был при синагозе, да? Да. А потом? Он хотел сказать, вообще синагога была, это ж крендель. Синагога была при мне. Ну, да. Да, это как было, типа, вот... Это же Едима Крендель. А, пока Жека стоял... Интервью порно-актрисы. Здрасте, а как вы попали в порно, да? Скорее, это не я попал в порно, а порно меня попало. Меня попало, да? Пока Жека стоял-курил, возле него строили синагогу. Это называется Миньян, 10 евреев. А Дали? Что Дали? Подожди, мне интересно... Про газовую плиту. Про газовую плиту в синагоге мне очень интересно. А Дали, короче, хотел тоже, походу, стать таким, как Крендель, популярным на экране, Мюлькат. Видите? Вы реально одинаково популярны. Братан, ты выбрал именно ту передачу. А тебе не хотелось его там колись придушить или еще что-то? Подожди, мне кажется, я это... Ты уже стареетерал спрашиваешь, что вообще не так с ним? Послушай, послушай, у него все не так. Мне просто всегда интересно было. Вот мы считали, что Диму обижали в школе. Но потом Коля подтвердил, что да. А ты его обижал или нет? Коля... А, их двоих обижали. Коля, я не знаю! Такого в школе вообще не было. Он не ходил. Его хотели обидеть, он не ходил. Да, он не ходил в школу. Диму ли обижали в школе? Ты обижал Диму вообще? Я? Да. Ты вообще злой был, брат. Я был, может быть... Без объявления. То есть вы прятали? Да, вы прятали. Не, реально, мы дрались, мы два зведенюки, как говорят наши родители. А, да? Зведенюки? Зведенюки, да. Я уже говорил, вы понимаете? А, так вот кто? Мы очень любим друг друга, но, тем не менее, мы два зведенюки. Ну, бьет, значит, любит, типа, да. Братья Кличко тоже зведенюки, оказывается. Братья Кличко зведенюки. И приблизительно так само спілкует. Я думал, зведенюки, это, типа, понял, расходится муж с женой левые, типа, раз, у нее дети и у него дети, раз, и вот это зведенюки, понял? Типа, сводные. Сядь к ним, пожалуйста. Я реально ни хрена, я тоже ни хрена не понимаю, что ты говоришь вообще. А я думал, это мастарды. Что такие квиз? Почему это как-то? С чем его едят и что это за раза? Вот такая история. То есть Женя занимается организацией мероприятий, которые называются квиз и дальше? Паб-квиз. 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 А если это не в пабе, а, например, там? Музей-квиз. Музей-квиз. Что-то такие. Шо-квиз. Что такое квиз? Интеллектуально-развлекательный формат мероприятий. Люди сидят в команде. Как это переводится как-то, квиз? Викторина, да. А, это Викторина просто, да? Вопрос Викторина. А, все, это Викторина. Что где, когда, условно? Брейн-ринг по нашему староверщикому. Смесь этих игр в разных видах форматов. То есть ты задаешь вопросы, люди мне быстренько отвечают? Задаю, показываю. Заставляю прочитать. То есть в Крокодила выше играете? Был недавно, кстати, тур, только ввели. Он такой, как Эль раз чуть-чуть больше, чем в Крокодил. Там показываешь, плюс эмоции, плюс действия и так далее. А это платная штука? Платная штука, но вход достаточно символичен, аля пачка сигарет. Слушай, ну это еврей, когда говоришь, что вход довольно символичный, это воно так... Не, а он же не говорит, сколько выход. Сосед уже знает, как он должен говорить. Это эмоциональный выход. И люди на то ходят. А где ты то проводишь? Я проводил в разных барах города. Последние вот шубары, в принципе, там договорились. Запикаешь, конечно, запикаешь на то. Да, проводить, в принципе, как каждую неделю, как это делается. Откуда это пришло с Европы, когда ты проходишь по улице, видишь табличку. Every Tuesday, Every Sunday, quiz и так далее. И сколько участников на то приходить? Ну, сколько помещается или сколько пришло. То есть, это мают приходить и разумные люди, или такие, как... Поэтому боятся прийти, но действительно формат настолько стараюсь сделать развлекательный, чтобы заходило... Ты сам делаешь? Ты сам создаешь? Да, я сам пишу. Или чисто... Сам пишу. А ты брата петягаешь петутся делать, или что попсует? Так он же туповат. Да нет, ну, там уже показывают, какой из крокодила. То ничего. То есть, ты хочешь, чтобы его просто показывали, и все. Обратите внимание, как сидит крендель. Он сейчас просто сидит вот так. Да он же как против них, смотри, смотри. Смотри, ваши тупые подколы, реально. Я и так был пи***тый, а ты еще моего брата сюда поздали. Дим, они тупые, чтобы ты их даже понимаешь. А у тебя есть брата? Слушайте, ну, мы приготовили интерактив, точнее, тушик приготовил интерактив. Да? Обрезание сделать, так и тушику надо. Блядь, я что-то не беру. У тебя есть обрезание? Мы сейчас до тебя спросим. Ты хочешь, чтобы я показал морковку, что ли, или что? Морковку. Юра, объясни. Юра, ну давай. В общем, самый известный конкурс на свадьбе Дмитрия Кренделя. Ты что, ты давай прекратай уже. Прекратай уже. Прекратай, негодяй. Давай, давай, давай. Самый известный его конкурс, его любимый. Король Орел. Раздаем карточки. Смотрите, у вас будет две вот таких вот. У тебя в руке будет Женя Дима и у тебя будет Женя Дима. Я задаю вопросы из детства, из жизни вашей. Вы поднимаете, соответственно, табличку. Кто этим занимался? Кто спал сверху до двухъярусной кровати? О-о-о-о. А если, ну, типа, сочетание, да? Женя, да. Если, а, кстати, если совпадает, вы целуетесь. Вы целуетесь, да. Ну, давайте, ну. Это какой-то вода, ребята. Мы сговорили, гитаросексуально. Ну, так это же любимый конкурс Димы. Давай, давай. Вы сильный, давай. То есть, если я поцеловал своего при встрече брата, я с Колей целуюсь, он ничего. Ну, ничего страшного, да? Главное, главное, сильно. Сосетесь и сосетесь, ничего такого. Кто переключал телевизор вместо пульта? Папа. До рождения Димы он, а после рождения Димы он. По-разному. Ой, по-разному, говорит. Ты постоянно переключал. Тьму. Ну, давай. Ты заеду у нас дома переключал и гладил. Третий вопрос. Внимание. Так ты меня уже заеду. Кто первый поцеловался? С девочкой? Ну, поглядь. А если я до пикпорни целого, то, да? Ну, что? А что, наверное? А что, наверное? Скромняга и ссыкун, понял? Да, да, да. Хороший дуэт, кстати. Хорошая шутка. Скромняга и ссыкун. Молодец. Такой вопрос. Кто умнее? Кто умнее? Женя. А что? Я ж тупой, да, Лена? А я тебя запомню. У кого... Вот сейчас опустите. У кого было больше свадеб? Хороший вопрос. Или что? Как ты понял? Или что? Это Стушевский писал. Под***ь. Ну, тогда вот так. Просто у Женьки две свадьбы были. Стушевский проводил статистика, ребята. Не понимаете. Слушай, а я по ходу спитаюсь. А ты его наймал, чи не? Нет. Ну, в смысле, на свадьбу? Первую свадьбу вел я, ему вторую... И, как бы, добрый вечер, понимаешь? А что ты не брав его до себя на веселье вести? Он нафига я что-то должен... Ну, он реально пригласил. Он был на свадьбу, да. Я его реально пригласил. Я его на фотосессию и на брачную ночь первую не брал, да. Играем дальше. В целом он был на свадьбу. Крендель не ведет еврейские свадьбы просто. Пошли, ребята, сейчас пошли серьезные вопросы. Какие? Давай. Серьезные. Серьезные. Только быстро, быстро. Кто пробовал наркотики? Женя пробовал. Боже, я как он из путеванка. Что теперь делать? Поднимаю. Это же будет мама смотреть. Ну, конечно. Я не пробовал. Да я, папе, про тебя рассказал. Кто целовался с парнем? Не, братан, извини. Да, стоп. Извини. Братан, извини. Никто. Это надо подумать. Ю, а ты считаешься, тогда я. Как тебе такое? У нас же был поцелуй. Когда Женя... Да, Женя, все. Вы сосались с Юрой. Вы не с Юрой сосались. Вы же не с Юрой. С Карапавой? С Крепником. С Крепником. С Крепником. С Крепником. Хорошо, дальше. У кого есть внебрачный сын? Никитка. Ну, Никитка так Никитка. Я доеду. Есть, Никитка. Три года. Кто из вас двоих больше любит музей-шоу? Я думаю, что Женя. А если никто? Любит что? А якщо никто, то никто получит по попе. По попе. На этом наша программа подходит к концу. К сожалению, не было гостя сегодня у нас. Так случилось. Так тоже иногда бывает. Я споднял. Вот, поэтому... Когда Крендель тебя звал, говорил, вот такой пацан, такой смешной, такое был. Я ухожу. Да, я ему вчера говорил. Я говорю, Дим, смешно, это видео. Там все уже неинтересно. Я говорю, смешно, это видео я сделал. Нет, мы тебя пригласили, потому что ты интересный. Все. И ты тоже. Я тебе говорю, не надо. Короче, обидва Крендель тут лишились. Я не знаю, что тебе нужно делать. Но я сподіваюсь, что недельный вечер вам не дипсували. Усим, хорошего наступного тижня. И помните, брат, это брат. И в шоу свою тут братовщину разводить не нужно. Пока. Я взрослый человек, 48 лет. Сижу, слушаю. Сыкуна на ***, что он *** мозги. Зачем оно мне надо? Неожиданно. Очень. Так, ты прекращай *** ему мозги. Я слово ему не сказал. Вот, а он хочет, чтобы ты сказал. Я нагадываю, это телеканал Виттер. Ему за и шоу ретхочили пипу. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!